ос всем привет меня зовут макс дедик и сегодня мы поговорим о нестандартном ударе назовем его хайкик колесом хорош тем что может быть без особых физических он очень неожиданный и я думаю что вполне можно применить в поединке по любым правилам для того чтобы качественно выполнить эту технику нам нужно будет немножечко размяться первое упражнение называется сумма скручиваемся в этом положении потом мы начинаем переходить с ноги на ногу стараемся пятку опорной ноги сохранять на полу перехода в 10 будет достаточно и в конце ступни ставим параллельно и скручиваемся все мы в принципе готовы теперь специальная разминка самое простое акробатическое упражнение колесо известное нам с детства мы делаем вдоль мешка сразу прицеливаясь потихонечку под хайкик я потихоньку уже намечаю цель ну все теперь мы готовы к выполнению самого хайкика для чего мы делали колесо чтобы почувствовать связь руки и ноги и так мы наносим удар по большому кругу его особенностью неожиданная траектория руку отпускаем сюда корпус ходит в сторону как будто в уклон или попытку захвата и ногой попадаем точно в шею или висок противника вот здесь мы видим голову шею и вот примерно сюда мы и стараемся попасть чем точнее тем лучше самое главное здесь ключ это рука рука идет вниз и мы попадаем в голову ощущение такое что я просто делаю колесо великолепным средством тренировки хайкика на самом деле является тренировка с поясом его можно держать можно повесить как это делаем мы тренировка с поясом позволяет отработать пронос вот этот тот момент который срезает именно непосредственно голову при попадании вот так как это очень легкая цель он не искажает технику отличие от места на самом деле в этом ударе очень важно просто отпустить ногу расслабленные по сути можно не напрягать она падает и своим весом этого веса вполне достаточно потому что он связан с весом всего тела если вы заметили я сильно кладу корпус это позволяет с одной стороны сбить противника с толку с другой стороны это возможность человеку которого нет удивительной гибкости нормальные данные даже вот такого скажем шпагата может оказаться достаточно чтобы попасть на голову еще расскажу что не нужно специально прикручивать к потолку крюки можно держать на в руке вот сейчас дельшо домарова продемонстрирует технику а сейчас рассмотрим некоторые варианты применения этой техники в бою атакующий пробивает серию лоу киков и переводит в голову с обманом взглядом эффективность этой комбинации обусловлено тремя факторами первое как мы уже говорили это неожиданная нестандартная траектория хайки содержащего себе элемент микропаузы второе это резкое изменение уровня атаки сначала удар идет по ногам и потом мы переводим его в голову а эту комбинацию удобно бить когда зеркальное расположение противников по отношению друг другу например если противник ваш стоит в левше правой ногой вперед тут вся фишка в том что удар наносится опять же с понижением уровня в корпус на выпаде а второй удар удар идет в голову во время первого удара и во время второго удара очень важно сместиться с выпадом примерно к стопе противника тогда получается отличная дистанция для поражения цели класс а еще добавлю что этот удар очень может быть эффективным на фоне усталости в тот момент когда у противника опускаются руки он думает только о том что нужно идти вперед и в этот момент он не в состоянии адекватно среагировать на неожиданную траекторию удара кроме того этот удар не требует приложения большой энергии потому что выполняется за счет веса и правильной траектории и еще хочу сказать что он доступен всем потому что не требует особой подвижности сустава или растяжки подписывайтесь на канал блатен свет развивайтесь тренируйтесь побеждайте ос йо камон подписывайся на блутен свет будет у тебя в конце туннеля свет ты узнаешь всякие разные техники всякие классные маваши в голову и разные там всякие штуки очень важно то что с одной стороны он стоит очень чувствительно и подвижно мобильно другой стороны он стоит очень крепко и надежно главным моментом является здесь сохранение базы под собой в любой ситуации обратите внимание у него достаточно широко расстанавливается